Встреча с радаром Обеспечить лекарствами, значит, больницы, развернуть дополнительные центры диагностики, ну и многое другое. Но не сделал самого главного. Не объявил обязательный двухнедельный, а это как минимум, карантин. Вместо этого поддержав введенные в Москве и Подмосковье режимы самоизоляции. И вслед за Москвой и областью такие режимы начали вводиться в остальных регионах. А нужен именно карантин, чтобы остановить коронавирусную инфекцию, а не этот странный режим самоизоляции. Вот опыт Южной Кореи, Сингапура и Вьетнама показывают плюсы введениях жесткого карантина, который помогает остановить распространение эпидемий. Вон во Вьетнаме вообще всего около 200 зараженных и ни одного летального исхода. В Китае тоже вместо еще недавних тысяч ежедневных новых зараженных сейчас регистрируется меньше 50 в день. Жесткий карантин начал давать даже плоды вон в Италии, где уже несколько дней подряд снижается количество новых случаев. И если не будет введен карантин на государственном уровне, то в России, к сожалению, может повториться итальянский сценарий. В этом случае наша система здравоохранения, сильно оптимизированная Путиным, просто не выдержит и рухнет. Причем, знаете, умирать в таком случае будут не только те, кто заразился коронавирусом, но и обычные пациенты, у которых продолжаются случаться инсульты, инфаркты, отказы почек, ну и другие тяжелые случаи, требующие немедленного вмешательства врачей. А врачей остро не хватает. Все заняты борьбой с коронавирусом. И тогда эти люди, без заказания вовремя медицинской помощи, просто будут умирать. Или даже если выживут, могут заразиться прямо в больнице коронавирусом и умирать от него. Вот, кстати, в Италии катастрофа случилась в том числе и потому, что инфицированные пациенты заражали в больнице больных, которые лежали там с другими диагнозами. Вот, хуже того, в переполненных больницах заражаются и медицинские работники. А это происходит и в Италии, и в Испании, и ранее, и начинает происходить вон даже в США. А что делает Путин? Он, значит, сначала объявляет выходную недельку, которая выливается в массовые гуляния горожан по паркам и выездам на шашлыки. А следом, вместо того, чтобы исправить ошибку и ввести карантин, он поддерживает режим изоляции, веденный в Москве, Подмосковье, Питере и других регионах. То есть Путин, вместо того, чтобы взять ответственность на себя и объявить как минимум двухнедельный, а как максимум месячный карантин, сваливает ответственность на регионы. В очередной раз Владимир Владимирович в своей блестящей манере после очередного ЧП, ныряя на дно, назначает ответственными других людей. Вот вообще непонятно, зачем Путин переписал Конституцию под себя, где у него стало больше власти, чем у всех предыдущих царей и генсеков вместе взятых, если он вообще ни за что не хочет отвечать. Принцип простой. Все хорошее – заслуга Путина, а все плохое – виноватый кто угодно, но только не он. А еще дело в деньгах. Путин не вводит чрезвычайную ситуацию и не объявляет карантин, чтобы не выплачивать из бюджета больничные всем, кому придется сидеть дома. Также после введения чрезвычайной ситуации граждане на время освобождают бы от оплаты услуг ЖКХ, а средний и малый бизнес – от выплаты кредитов. Вот это и является истинной причиной введения режима самоизоляции, а не карантином. Вот, кстати, чтобы помочь другу Сечину сбросить неликвидные активы Венесуэли, деньги в бюджете находятся быстро. А вот чтобы оплатить населению больничные, этих денег нет. Власть и Путин еще раз демонстрируют, что им не только абсолютно наплевать на простых людей, они и не понимают, как выходить из нынешнего кризиса. Их беззарное управление, начиная с выхода из сделки из ОПЕК, которая привела к аквалу цен на нефть и падение рубля, уже очевидно всем. Система пошла в разнос. Вот что делать? А уже ничего не надо делать. Начался процесс самоуничтожения, и что-либо изменить мы уже не сможем. Если при цене 100 долларов за нефть они не справились с управлением страной, то теперь им во власти точно делать нечего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. И пожалуйста, будьте здоровы!